Добрый день, коллеги. Меня зовут Сыганов Денис. Я ведущий инженер компании Twip Labs. Доклад не мой. Про телекомрегулирование я мало что знаю. Сейчас дождемся, пока доклад начнется. Коротко о нашей компании Twip Labs. Мы компания-разработчик программного обеспечения для IPTV и OTT услуг, для операторов связи. Мы поставляем все решения, начиная от транскодеров, стримеров, сториджей, платформы, приложения под все возможные платформы, под Samsung, LG и так далее. Сегодняшний мой доклад будет посвящен о том, как мы делали SDN-сервис в нашей компании, которая называется Twip Media, которая занимается оказанием сервиса для операторов связи по услугам IPTV. Это агентская схема. И вот расскажу о том, как мы строили SDN, чего мы с помощью нашего SDN-а добились, и то, как мы делаем его. Значит, поехали. Как вообще в принципе у операторов связи исторически сложилась услуга IPTV? Изначально, да, когда операторы связи только заходили на этот рынок, они заходили с помощью плейлистов, мультикаста, просто выдавали его в сеть. Скорее всего, это была бесплатная услуга, и можно было этот плейлист просто в LLC, например, положить, и, собственно, человек мог смотреть телевидение. Со временем там появлялось оборудование, появлялись приставки всевозможные. Операторы связи, соответственно, ставили их себе на сеть, раздавали с помощью какой-то платформы, либо просто М3У плейлисты раздавали, и абоненты смотрели IPTV. Со временем появился Unicast, появились сегментные протоколы, HLS, Dash и так далее. И операторы начали переходить, собственно говоря, на него. Почему? Потому что у мультикаста достаточно много проблем. С ним он весьма капризный. Если начинаются какие-то дропы на сети, UDP трафик идет, дропнулось немножко пакетиков, картинка рассыпалась, клиент недовольный. Либо начались фризы, соответственно, в плеере и так далее. С точки зрения Unicast таких проблем нет, потому что это TCP протокол. Если, соответственно, устройство скачало сегментик, если там где-то по дороге дропнулось несколько пакетиков, ничего страшного, TCP его восполнит. Тут как бы важно только смотреть за тем, чтобы у него не дропалось совсем много пакетов и так далее. Мультикаст, его очень сложно дебажить, если у вас у какого-то конкретного клиента проблема. То есть это нужно ставить какие-то сенсоры, снимать, смотреть, когда до него доставляется UDP трафик, что с ним происходит и так далее. То есть разбираться в этом достаточно сложно. Есть у него, конечно, свои плюсы. Это мгновенное включение картинки. То есть человек, не мгновенное, прошу прощения, это когда вы переключаете каналы, вы смотрите какой-то контент, у вас лайф вещание не отстает практически вообще ни на сколько. То есть идет там футбольный матч, у вас задержка буквально 5-10 секунд максимум. И, соответственно, человек наслаждается футболом, видит, что забили гол, и вот они все вместе кричат. В Unicast этого тоже можно добиться с помощью HLS, LL и так далее. То есть, в принципе, эту проблему можно нивелировать. И, конечно, многие операторы связи говорят о том, что они сильно экономят на своей сети, на бэкбонах, на магистральных линков с помощью мультикаста. До сих пор много операторов связи, которые вещают в мультикасте. И говорят о том, что если есть магистральный линк, на конечном оборудовании 2, 3, 4, 5 клиентов смотрят один и тот же, же канал, поток льется один раз. Но, с моей точки зрения, это мнимый плюс, потому что, в принципе, такого же можно добиться и с помощью вещания Unicast. Сегментные протоколы, они очень хороши тем, что, во-первых, их поддерживают все устройства, их поддерживают мобильные телефоны, их поддерживают смарт-ТВ устройства, то есть мультикаст вы туда вещать не сможете. Его поддерживают браузеры и так далее. У него есть серверный мониторинг. Вам больше не нужно ставить вот эти вот сенсоры для того, чтобы снимать и смотреть, как у вас доставляется трафик до клиента. У вас появляется телеметрия. То есть вы можете сразу же видеть о том, как вы оказываете сервис своему клиенту. Вы можете смотреть, за сколько он скачивает, соответственно, сегменты и видеть, есть ли у него какие-либо проблемы. Работает он поверх интернет. Вы можете оказывать услугу не только на своей сети. То есть в случае с мультикастом вам приходилось бы проксить этот трафик, заворачивать его в VHTP для того, чтобы оказать клиенту услугу, которая находится вне вашей сети. С сегментными протоколами, понятное дело, такой проблемы нет. Он работает поверх интернета шикарно. И он, соответственно, как я уже и говорил, он неприхотливый в плане к дропам и так далее. То есть вы можете оказывать услугу, даже если у вас там где-то и радиолинки есть по дороге, или, например, арендованные или два канала, или три, например, VPN. Как мы начинали строить CDN? Да, в принципе, было все просто. Да, у нас были стримеры, был интернет, и наши клиенты в виде операторов связи. У них, соответственно, свои абоненты были, которые получали услугу ТВ. И все было хорошо. У нас были стримеры, был интернет, через который мы доставляли сигнал, абоненты наслаждались картинкой. Со временем количество абонентов у наших операторов связи начало сильно расти. К нам пришел бизнес и говорит, было бы неплохо и нам сэкономить на трафике, то есть меньше трафика гнать в сторону оператора связи. И операторы связи, в принципе, хотели бы из нашей сети, из нашей твит-медиа сети получать поменьше трафика. То есть они же за него платят. И хотелось бы оказать гораздо хорошую, ну, лучшую услугу для того, чтобы трафик до абонента добегал гораздо быстрее. Ну, тут никакого секрета или открытия нету. Мы решили, что нужно ставить кэш-серверы для того, чтобы быстрее отдавать клиенту чанки. То есть мы будем их кэшировать на кэширующих серверах и отдавать гораздо быстрее до клиента. Таким образом мы и сэкономим трафик, потому что весь львиная доля трафика, самые большие вот эти вот TS-очки, будут доставляться только с кэш-сервера. То есть один раз трафик доходит до кэш-сервера, там кэшируются TS-ки, самый большой трафик, и отдаются в сторону абонентов. Выигрышная схема. Количество кэшей начало расти. У нас появлялись все больше и больше операторов связи в качестве клиентов. Они росли по количеству абонентов. Количество кэшей начало расти. Вместе с тем, что начало расти количество кэшей, начало увеличиваться на них количество программного обеспечения, которое мы на них ставим. То есть изначально у нас был только BERT в качестве демона маршетизации. У нас был NGINX в качестве веб-сервера, с которого раздаются вот эти самые TS-ки. Ну и у нас был MONI для того, чтобы все это дело мониторить, чтобы ничего и никаких проблем не было. Мы сразу же зашли на технологию Anycast для того, чтобы вещать с вот этих кэширующих серверов свой префикс прямо внутрь оператора связи. То есть мы ему прямо в бэкбон отдаем свой префикс. Соответственно, если с нодой что-то вдруг происходит, этот анонс пропадает, и трафик до абонента доставляется с ближайшей другой ноды. То есть если что-то вышло из строя кэширующий сервер, другой кэширующий сервер, другая нода восполнит это. И абонент вообще ничего не заметит. Как я говорил, начало расти программа обеспечения. Забикс для того, чтобы смотреть, что там происходит на кэш-сервере, мало ли есть какие-то вдруг проблемы в качестве глобального мониторинга. Соответственно, вектор, с которого мы отправляем логи с наших кэшей, отправляем к нам в нашу базу данных для анализа о том, как хорошо и как качественно мы оказываем услугу IPTV клиентам, соответственно, нашего оператора связи. Мы сразу же зашли на технологию TCP-BBR. Это congestion control, который позволяет вам гораздо лучше оказывать услугу с точки зрения, если до клиента большой лейтенции. Я про TCP-BBR рассказывал на прошлом кроссе. Можете послушать. Интересный доклад. Очень хорошая технология. Если вы вещаете IPTV, советую вещать с помощью TCP-BBR. И, соответственно, да, протоколы маршрутизации, которые мы использовали. Изначально мы использовали только OSPF и, соответственно, операторы связи по OSPF передавали маршрут. Начали появляться операторы связи, которые говорили, у нас нет OSPF, у нас есть только BGP. Давайте, пожалуйста, проанонсите нам свой маршрут, да, свой и не каст префикс. Ставьте, пожалуйста, в таблицу маршрутизации по протоколу BGP. Мы начали думать, что же со всем этим делать, потому что количество кэшей растет, их нужно как-то поддерживать. Если мы хотим внести какие-то правки, соответственно, в кэширующий сервер, нам нужно это как-то все разворачивать. То есть изначально, когда кэшей было немного, их там было 2, 3, 4 штуки, их мог, в принципе, спокойно обслуживать один инженер собственноручно. То есть зайти по SSH на сервер, какие-то настройки поменять, применить и так далее. Количество кэшей вырастает, консистентность конфигурации нужно поддерживать. То есть, да, если мы где-то что-то решили поменять, мы хотим это раскатать сразу же на все кэшноды. И мы подумали, а почему бы не взять и не сделать Debian пакет, внутри которого будет зависимость от всего софта, который нам нужен, от Nginx, Abyard и так далее. Все это поставить на кэширующий сервер, туда же притащить конфиги с помощью этого Debian пакета, и в принципе все будет окей. Мы зашли на этот Debian пакет, поставили, поняли, что вроде как все хорошо, все работает, но тут появились требования со стороны клиента. То есть клиент хочет тоже мониторить сервер. Он, например, хочет его мониторить по SNMP, а мы используем Zabbix, например. Или он хочет принести какую-то свою конфигурацию, или хочет настроить фаервол, а может быть у него SPF с паролем. То есть количество конфигураций, которые мы начали поддерживать, оно росло, и, соответственно, вернулся тот самый ручной подход, когда нужно помнить о том, как у кого устроено. И тут мы заходим на Nonsymbol. Это просто сказка. То есть мы смогли темплейтами сделать конфиги так, чтобы они были супер гибко настраиваемы, и чтобы мы могли атомарно применить все изменения сразу же на все кэширующие ноды. После того, как мы на него зашли, жизнь наша стала проще, и мы могли управлять всеми кэшами, собирать с них все метрики и так далее, раскатывать конфигурации, ставить софт какой-то новый с помощью как раз него. Затемплейтили все, и таким образом мы смогли настраивать прямо сразу же все. Хочет клиент BGP, чтобы мы анонсили маршрут, пожалуйста, это будет BGP. Хочет OSPF, это будет OSPF. Хочет мониторить по SNMP, будет по SNMP. Как хочет настраивать интерфейс, так и будет. Это все управляется с помощью темплейтинга и просто задания переменных. И все это раскатывается одновременно на все кэши. Если нам нужно внести правку, мы просто вносим правку, раскатываем на все кэши, и вуаля, все работает. Таким образом, мы смогли поднимать чуть ли не десятки кэшей в день. Это достаточно быстро. Быстро изменять конфигурацию, проверять, что все работает. Что нам дает телеметрия? Как мы ее снимаем? Вот как я вам говорил, мы используем вектор, мы снимаем логи, соответственно, с Nginx, мы снимаем с веб-сервера и отправляем их в кликхаус. И по кликхаусу просто графа на их рисуем. Подход тоже не новый, просто многие его почему-то не используют. И что мы в итоге с этого всего получаем? Расскажу вам прямо о прямые кейсы. То есть вот снята у нас телеметрия, и мы видим сразу же, как у нас вплоть до конкретного устройства, как быстро это устройство скачивает сегменты, успевает ли оно их проигрывать. У нас HLS протокол, сегменты у нас по 5 секунд. То есть если устройство клиента скачивает сегмент дольше 5 секунд, это уже проблема. То есть у него уже будет фризиться картинка. Нужно следить за тем, чтобы он успевал скачивать сегменты меньше, чем сегмент длится по секундам. К нам обращается, например, оператор связи и говорит, у моего клиента на таком-то устройстве есть проблема. У него фризится картинка. С помощью данных, полученных с телеметрии, мы заходим в графану, выбираем конкретное устройство, с которым обратился оператор связи и сказал, что у абонента начались проблемы. И смотрим сразу же по нему график. По этому графику видно, вот синенькая линия, о том, что он скачивал сегменты. Обратите внимание, написано request time, но это на самом деле response time. То, за сколько мы отдали сегмент скаширующего сервера в сторону клиента. Он дольше 5 секунд. А раз он дольше 5 секунд, у него фризится картинка. Почему это происходит? Обращаем внимание на нижний график, на середину графика, прощения. Response time. Он медленно скачивает сегменты. Долго скаширующего сервера отдаются эти сегменты. Проблема это клиента или проблема это кэш-сервера. Определить очень просто. Мы берем и открываем график по всему оператору связи и смотрим, а есть ли у него в принципе проблемы. Также, соответственно, мы можем вычислять скорость, с которой скачивает устройство сегменты. Среднюю вычислять. Понятное дело, что у нас адаптивный битрейт, о том, что устройство клиента переключится на нижний битрейт, но в данном случае он даже нижний битрейт скачивать быстро не успевает. То есть он не успевает за 5 секунд скачать сегменты. Мы, соответственно, смотрим на график в целом по оператору связи. Есть ли у оператора связи какие-то проблемы? На графике мы видим, что в среднем по больнице у него все клиенты скачивают сегменты быстро и о том, что конкретно этот клиент, другие его, например, устройства, они тоже скачивают сегменты быстро. То есть у него проблема с одним устройством. У оператора в целом проблем нет. Мы, соответственно, отвечаем оператору о том, что на графике… Сейчас, подождите, в другую сторону отойду. Вот здесь вот видно то, что проблема у одного конкретного клиента. То есть он скачивает медленно сегменты 12 секунд, 14 секунд, и видим его девайс ID. Вот один конкретный девайс у оператора, он скачивает медленно. Мы отвечаем, что это, скорее всего, проблема последней мили. То есть там устройство на Wi-Fi, как-то, не знаю, далеко его унесли, на мобильный телефон или еще что-то. То есть вот это проблема последней мили. С ней может разобраться оператор связи. В случае, если у оператора связи, вот не как тут график, да, вот здесь вот все у него хорошо, в среднем у него все быстро клиенты скачивают сегменты, отлично, нету никаких фризов, только у одного клиента проблемы. Если у оператора связи целиком проблемы, или, например, он говорит о том, что у него была проблема, вот как в данном случае ночью, то есть он нам утром открывает тикет и говорит о том, что у меня ночью были какие-то проблемы. Мы снимаем всю телеметрию и снимаем МТРы, да, то есть весь трейс-роуд, весь путь мы снимаем от кэша в сторону нашей сети и с нашей сети в сторону кэша. И всегда видим, есть ли какие-то изменения внутри этих маршрутов. То есть вот здесь вот, ой, прошу прощения, на графике видно о том, что терялись SMP пакеты в сторону кэша. И мы видим, что здесь вот менялся путь, и вот здесь вот менялся путь. То есть с часу ночи до пяти утра были другие AS в пассе у него. То есть переключение внутри операторов связи где-то шло. То есть там префикс по-другому полетел, или поменялся специфик, или еще что-то произошло. То есть поменялась сама трасса. Далее, соответственно, мы можем просто посмотреть МТР и посмотреть, а как же она менялась. Какие AS пассы оно проходило. Если увеличить график, да, то, соответственно, сразу же будет видно, через какие AS проходило. И мы, соответственно, сообщаем оператору связи, было переключение маршрутизации, там на таком-то операторе связи, ввиду того, что мы доставляем через интернет, да, у Тир-2 оператора связи переключился маршрут, ушло по-другому маршрут, ушло через пилинг и так далее. Эту проблему, соответственно, мы можем сдать либо нашему оплинку, либо, соответственно, оператор связи может ее сдать своему оплинку. То есть в зависимости от того, кто посередине между нами. Либо, например, в пилинг мы можем обратиться и сказать, что да, вот у нас такое-то время, Возникла такая-то проблема, соответственно, переключился маршрут. Давайте вместе разбираться и решим эту проблему. Вот все, что я рассказывал по поводу кэширующего сервера. Сразу же возникает вопрос, а насколько он должен быть мощный для того, чтобы отдавать десятки гигабит трафика? Вот у нас здесь приведена конфигурация двух Xeon, достаточно старых, L5630 по 2 ГГц. То есть там два процессора стоит. По-моему, они шестиядерные, если мне память не изменяет. И 12 гигов оператива. С такого сервера мы можем отдавать легко в сеть 20 гигабит трафика. То есть с него оказывать услугу достаточно большому оператору связи, который пользуется нашими услугами. И что мы получаем на выходе? То есть какая производительность у данного кэша? Вот тут три графика. Соответственно, маленький оператор связи, который не сильно большой. У него клиенты в районе 300 мегабит трафика потребляют со стороны кэш-сервера. Кэш-сервер сам потребляет примерно 150. То есть выигрыш примерно в два раза по трафику. Средний график. Тут оператор уже более-менее побольше. Средний. У него в пиках входящего трафика 500 мегабит, а исходящего трафика гиг 200. То есть уже там в полтора раза производительность. Если трафика уж совсем побольше, то есть вот здесь у нас приведен 15 гигабит с кэша отдается, а он потребляет 2-2,5. То тут уже 2 примерно. В 5 раз разница. То есть экономия в трафике получается по большому счету колоссальная. Как это в принципе может помочь в вашем бизнесе, если вы сами оказываете себе услугу телевидения. Если у вас, например, есть какие-то магистральные линки, которые с вашей точки зрения вы прогружаете ТВ-трафик, вы можете поставить кэширующую ноду прямо себе на сеть, просто поближе к этому узлу, за которым у вас большое количество абонентов. Либо, если вы, например, региональный оператор связи, оказываете в нескольких городах услугу, вы, соответственно, можете головную станцию поставить в один город, а кэширующий сервер поставить в другой город и получить такую же производительность. Важно, чтобы вы снимали метрики и видели, а как вы вообще в принципе оказываете эту услугу. Хорошо ли она у вас идет, есть ли какие-то проблемы у абонентов и так далее. И могли всегда посмотреть, как эту проблему решить. Ну и, соответственно, вы играете по трафику и вы играете в том, что у вас будет трафика и сегменты доставляться гораздо быстрее и ближе к абоненту будет. Собственно говоря, на этом все. Спасибо за внимание. Если что, подходите к нам на стенд, все расскажем, покажем. Есть ли у кого-то какие-либо вопросы? Добрый день. Меня зовут учитель Алексей, компания H-Center. У меня вопросов прям много, но начну я, пожалуй, с главного. Зачем вам строить свой CDN, если есть, например, мы, Nginx CDN Video, любой коммерческий CDN закроет, как кажется, ваши потребности прям с головой? Да, но нет. Потому что коммерческие CDN-ы, они ставятся куда? Они ставятся на пилинги в основном. Куда угодно. То есть вы в операторах связи тоже держите свои каширующие серверы. А если этот оператор связи маленький, вот у него… Если он даст нам сервер, мы поставим его там. Да. И мы поддерживаем этот CDN сами для себя и бесплатно. А вам нужно будет… Ну, смотрите, насчет бесплатно есть вопросы. У вас есть серваки, которые ставите вы там… Ну, наверное, вы ставите. У вас есть штат людей, которые это обслуживают. Да. У вас есть, как кажется, не очень типовая для вас нагрузка, которая заключается в том, что вы сами контентчики по себе, да, то есть вы делаете контент, соответственно, вы его храните. У вас появляется некая не очень для вас типичная активность, то есть процесс технический, который тоже нужно поддерживать. Вот насчет сравнения стоимости. Вы считали, сколько вам стоит реально поддержка собственного CDN? Считали, и она выходит для нас не очень сильно дорого, потому что, во-первых, пул инженеров у нас в любом случае будет, потому что мы оказываем сервис. Это первое. Второе. Мы сами хотим оказывать услугу и снимать всю телеметрию и не зависеть от кого-то в фиртпате. То есть, понимаете, если у вас ваш CDN в какой-то момент времени развалился, мы понесем эти убытки в плане имиджевые убытки и потерю, соответственно, в деньгах. Тут мы ответственны сами за свое. Это второй момент. Третий момент. Мы сами взаимодействуем с оператором связи, то есть, да, между нами никаких прослоек нету и так далее, и доставляем как бы эту услугу сами. То есть, тут у нас схема win-win, понимаете? То есть, коммерческие CDN для этого использовать. Для вот трафика и для больших, да, которые оказывают именно вот услуги, это одно. А с Live, так скажем, с Live TV с ним работать немножко нужно по-другому. И у вас, возможно, в этом опыта даже меньше, чем у нас. Давайте потестим. Ну, потестить можно все, что угодно, но зачем, если мы уже построили? У нас больше, более 40 кэшей. То есть, ну, как бы мы его сами построили, и обслуживать это могут, я не знаю, два инженера, и никаких проблем не будет с этим. И она полностью все автоматизирована. Если у вас нода выключилась, переходит трафик на другую ноду, это не нужно постоянно обслуживать руками, понимаете? Окей, хорошо. Более того, я вам могу сказать, мы научились кэшировать хорошо DVR. И DVR мы научились кэшировать так, как бы вам объяснить-то это. Мы научились его кэшировать в памяти, и мы знаем, какие каналы сильно популярны за счет нашей телеметрии. То есть, коммерческий CDN нам не окажет таких услуг. Давайте в QR-ах обсудим. Давайте обсудим. У кого-то есть еще вопросы? Антон Романов, Чита Технерго. Вопрос такой, например, если оператор захочет у себя разместить, ну, попробовать, а если он, например, в виртуалке развернет… Пожалуйста, в виртуалке это разворачивает тоже нормально. Единственное о том, что нужно смотреть, что там будет с сетью, как бы. То есть, тут самая такая нагрузка, да. Понятное дело, что Nginx там практически не ест ничего, а вот сетевая нагрузка достаточно высокая. В основном во всех системах виртуализации, на гипервизорах это все делается через бриджи. Вопрос, как бы, сколько трафика она сможет вытянуть. Опять же, мы полностью мониторим сервер, да. Если мы знаем, что это виртуальная машина, то как бы со стороны хост-нода мы на нее посмотреть не можем. Но мы видим, что если какие-то проблемы начинаются, тут мы уже, соответственно, можем, да, оператор связи сказать, что вот такие-то проблемы, скорее всего, она связана с этим, потому что у нас с этим достаточно большой опыт. Ну и дальше можно будет переехать на BariMetal. А можно, в принципе, оставить в виртуалке. Если в виртуалке хватает, никаких проблем. У нас есть операторы связи, которые используют виртуальные машины на своей инфраструктуре. Никаких проблем с этим нет, по большому счету. До тех пор, пока у вас начинается, достаточно большой трафик. У кого-то есть еще вопросы? Вот вы сказали, что как бы при переходе на Unicast, там прямо с сервера можно снимать метрики, которые качество фиксируют. А что за метрики, можете рассказать? Ну вот смотрите, у вас есть лог веб-сервера. Вы, соответственно, можете посмотреть, если клиент подключился к этому веб-серверу и ему сегменты отдаются не с кэша, то есть нет хитов у него. Вы можете посмотреть, сколько вам отправлял апплинк по времени, трафик, и, соответственно, сколько вы отвечали клиенту. То есть со сколько времени клиент скачал этот чанк. И вот как я говорил, то что если чанки длятся по 5 секунд, если клиент скачивает чанк дольше, чем 5 секунд, значит, это уже начинаются проблемы. То есть, соответственно, веб-сервер работает в режиме реверс-прокси. То есть он вам показывает, сколько с него скачивали. Более того, вы же знаете, сколько сегмент этот весит, то есть body size, который вы передали. Вы, соответственно, делите одно на другое и получаете скорость, с которой скачивает клиент контент с кэш-сервера. И таким образом как бы реализуется телеметрия. И можно вплоть до каждого абонента, до каждого устройства посмотреть, с какой скоростью он скачивал сегменты. Еще вопросы? Тогда спасибо большое за внимание. Спасибо, Денис.